О кадровых проблемах районного здравоохранения говорится уже не первый год. Из-за нехватки врачей страдают пациенты, простаивает медицинское оборудование. Часто причиной является квартирный вопрос. Проблему решил новый дом для врачей. Результат не заставил себя долго ждать. В прошлом году пять молодых специалистов приступили к работе. В текущем году в Мирный приехали еще три врача. Об одном из них смотрите наш следующий сюжет. Рабочий день врача-уролога Марии Андреевой расписан по минутам. Утренний обход, назначение процедур, прием пациента в поликлинике. Она приехала в Алмазную столицу в надежде, что Мирный станет для нее не просто отправной точкой в карьере, а началом новой жизни. Вообще мечта стать урологом, она, наверное, была еще в студенческой скамьи. У меня тетя врач-невролог, и у нее имеется урологическое заболевание. И когда я обучалась в институте, я постоянно делала упор именно на этот предмет. Ну и, соответственно, по окончанию академии я уже твердо знала, кем я буду, куда я пойду. Сама практика, которая была во время студенческих лет, то есть у нас же на третьем, на четвертом, на пятом курсе мы проходим практические занятия на базе тех или иных больниц. И вот одной из причин, наверное, послужило прохождение практики в отделении урологии. Еще девчонкой наша героиня лечила кукол и мечтала стать врачом. Спустя годы поступила в Читинскую медицинскую академию. Свой профессиональный путь начала в 2010 году врачом-урологом в республиканской клинике Бурятии. Этой весной вместе с семьей Мария Владимировна переехала в Мирный. Чуткая, грамотная, способная в любую минуту прийти на помощь. Так о Марии Владимировне отзываются пациенты. Сама доктор говорит, работать сложно, но очень интересно. Ведь в медицину она пришла, чтобы помогать людям. Это действительно хороший специалист, который в трудную для меня минуту отнесся действительно ко мне профессионально. Смог диагностировать мое состояние и оказать своевременную помощь. То есть я вообще очень рад, что попал к такому специалисту. Профессиональный подход определяет несколько таких направлений в деятельности специалиста. Во-первых, это анализ прежде всего. Во-вторых, это внимательное отношение, профессиональное отношение к пациенту. Можно остановиться хотя бы на этих двух качествах. Пока молодого доктора не пугают бытовые проблемы, нескончаемый поток пациентов и плотный график. Она молода, полна сил и желания работать на благо пациентов и родного учреждения. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».